Да, у меня было столько скутеров и продавал я их без аккумуляторов. Отсюда у меня очень много аккумуляторов, которые я грамотно хранил. Опять-таки, про это я много раз рассказывал. Ну вот сейчас я занимаюсь тем, что уравновешиваю эти аккумуляторы по напряжению и емкости. Соответственно, ток заряда идет примерно около 10 А. И мне этого вполне достаточно. Сейчас напряжение у меня держится. При 10 А 12,81 В. Там показывает чуть больше. Но там провода длиннющие, здесь считаю впритык. Подключена у меня по моей системе магистраль. По-хорошему бы, да? Но нет, у меня есть два вида подключения. Опять-таки, это мой опыт, которым делятся многие, выдавая его за свой. Ну да ладно, хрен с ним, с этими людьми. Подключена зарядка не просто вот туда вот и не просто вот сюда вот. Она подключена вот так вот. Вот таким вот образом. Одна подключена к плюсу сюда, к минусу сюда. Вторая подключена к плюсу сюда, к минусу сюда. То есть, тем самым аккумуляторы балансируются током. И ток идет по наименьшему сопротивлению, соответственно, протекая через все аккумуляторы. То есть, об этом я тоже неоднократно говорил и показывал. И вот сейчас я смотрю, многие люди, многие фирмы, многие блогеры вот эту вот идею подхватили, но они не признаются, что они взяли ее у меня. Не признаются те, кто у меня ее первым спер и выдавали ее за свою. И те, может быть, люди, которые сперли ее не у меня, сперли у тех людей, тоже не понимают, что вот эта идея, она именно моя. Если вы возьмете ролики, например, до 2014-2015 года, ни у кого так не было подключено. Все подключали зарядку инвертор к верхнему аккумулятору. А вот все запараллельные аккумуляторы на 12 вольт, вот этот вообще разряженный, в хламину был. А на тот больше всего приходилась нагрузка. Вот это вот все я проделал при помощи своих экспериментов. Все эти подключения, все эти нюансы много раз я выводил. И демонстрировал. Так что, ребята, для того, чтобы быть не пустомелей, да, всякими емелями, пустомелями, надо это брать реально. Доказывать для себя, для того, чтобы понять и что-то рассказывать. Почему нельзя. И показать это, почему нельзя. И почему вот так вот можно. И показать это, почему вот так вот можно. Почему нельзя поставить аккумулятор с маленькой емкостью. Я уже рассказывал. А почему можно поставить аккумулятор с большой емкостью в эту сборку, состоящую из более мелкой емкости. Я тоже, как бы, говорил. И все это я экспериментирую на своей шкуре. Ну, так получилось. Опыт, он бесценен. А вот ходить просто пустым трепом, трепом заниматься, ребята, это любой может. Так что всем удачи и пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова